Вице-спикер законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин предложил вице-губернатору Илье Пономареву научиться говорить людям правду о программе приватизации, которую правительство Севастополя в неизменном виде уже пять раз выносит на пленарное заседание, несмотря на многочисленные замечания контрольно-счетной палаты и депутатов. Надо учиться говорить правду. Откройте правду просто. Скажите людям то, что есть. Правда в том, что правительство пытается отдать в частные руки не убыточные, а вполне благополучные объекты. На пресс-конференции 12 декабря парламентарий привел журналистам некоторые цифры из финансовых отчетов предприятий, попавших под приватизацию. Например, губ благоустройства Севастополя, которая за полгода получила 50 с лишним миллионов рублей чистой прибыли, сложно назвать убыточным. Мы помним, что у нас произошло с 1 января резкое поднятие тарифов на твердые коммунальные отходы. Это означает, что предприятие просто раз и стало большим денежным мешком. По словам Александра Кулагина, все предприятия, предложенные правительством к приватизации, имеют признаки монополизма. Продавая 100% пакет акций инвесторам, город полностью теряет право управления над ними, что недопустимо, считает депутат. Вот скажите мне, монополист Севастополь Телеком, который еще владеет долей, 100% долей в уставном капитале интернет-провайдера, провайдера мобильной связи, не он ли в первую очередь заинтересован, чтобы в эти кабельные канализации как можно меньше пускать других провайдеров интернет? Приватизация Севастопольского морского порта может привести к остановке работы паромной переправы и морского сообщения. Меня беспокоит конкретно как депутата то, что на балансе и в обслуживании этой организации наши катера и паромы. Помните историю, как частник сказал, не буду я эти паромы обслуживать, это в убыток. Вот сейчас мы отдадим опять в частные руки и что будет? На пресс-конференции Александр Кулагин ответил на вопрос журналиста правительственного телеканала ИКС. Где же теперь взять деньги, заложенные в бюджет 2019 года правительством Севастополя от продажи еще не приватизированных предприятий? Прежде чем принимать закон о бюджете, должен быть принят закон о приватизации. Включать в бюджет любые суммы можно тогда, когда они обоснованы законом. Скажите, их в бюджет включили, они были обоснованы законом? Нет. Какие к нам могут быть вопросы? Вопросы, пожалуйста, к педагогам из улицы Ленина-2. Продолжение следует...